То есть, когда компания прекращает работу, то, соответственно, нет выпуска товара, то, соответственно, и нет марки. Значит, у меня нет отказа по этой марке. Да, то есть, какой-то шум должен быть, чтобы подтвердить неиспользование. Вот, с другой стороны, у нас было вот с этими палатками Red Fox. Это была, это очень хорошая российская фирма, потому что, не знаю, она российская, швейцарская, она уже, по-моему, международная, которая выпускает горное оборудование, причем, ну, совершенно шикарного, великолепного класса, и у них давно действует марка Red Fox. И в одной из очень известных спортивных фирм Холлиман, выпускающих палатки, есть одна модель палатки 2008 года под названием Red Fox. И на основании этой 2008 года палатки, которая уже не производится, уже не выпускается. Я говорю, что вот, это же 2008 год, сейчас уже ни у кого нет этой палаты. А может быть, он придет кто-то и будет, как бы, сэкэнс-хэнер, да, перепродать. Вот этого достаточно, чтобы отказать. Ну и что? То есть, надо очень хорошее подтверждение, что эта марка уже не используется. Очень часто, ну, вот в этом случае это не получилось, но очень часто нам удается попросить разрешение и получить разрешение использовать марку. Не очень часто, но иногда удается. Вот, например, у нас было приложение к смартфону под названием Food. и нам противопоставили марку, которая была Food, и это Food, и это Food. Причем у нас департамента, который занимается едой. Там у них какие-то были свои там конкурсы, свои какие-то. И вот мы с ними пообщались и позвонили, поговорили, говорили, вот у нас приложение к айфону, которое позволяет выбрать лучшие рестораны в окрестностях, а у вас все-таки какие-то такие пищевые и другие вещи. Неразрешите ли нам использовать и повозить нашу марку, потому что вашу марку нам хотим поставить. Они хорошо сказали, написали все с имуном, что мы разрешаем использование марки, мы его подали в офис, и офис нам выпустил, соответственно, марку. То же самое было с Food.Jinsu. Food.Jinsu тоже нам разрешила одну марку. Я не ожидала, что такая большая компания нам разрешила какой-то конкурс или марку. Но бывают часто и такие серьезные наезды, там, Radio Sirius, Шпанал Aerobus был на беру, в общем, всякую. Надежда, я правильно понял, что подать сына на товарный знак, а в данном случае конкретный вопрос нанесения, например, на футболку, на одежду, каких-то общеизвестных логотипов, картин, например, мультфильм, герой, герой был фильм, да, там, самая частая такая ситуация. Я правильно понимаю, что подать заявку на такую марку, да, на вот этот логотипчик, может, наверное, тот, кто либо это нарисовал, либо кто производит. Ну, в общем, да. Нет, ну, мне кажется, что автор все-таки, логотип, или если вы подаете известную нам Масяню, то надо все-таки с автором Масяне это обсудить. Я просто, знаете, что Николева? Николева, как у английской компании оказались права на эти изображения, и почему у нее, ни у Пиксара, ни, там, я не знаю, ни у Тислея, ни у кого, у какой-то компании там что-то там, статус-гво и ОЛС, и она предъявляет претензии на использование их товарных знаков, причем предъявляет этого розничным продавцам на территории России, ни производителям футбола, ни оптовым дистрибьюторам, а тех, ну, микробизнесов, у которых в Малатках Минград приезжает. Да-да-да, это вот именно та ситуация. Она не имеет никакого отношения к созданию этого логотипа, ни к анимационной студии, ни к производителям футбола, ни к как бы ничего. Дальше вот эти розничные торговцы должны инвалидировать, делать недействительно вот этот патент или там, патент или дать марку или что-то на основании того, что они не имели права его регистрировать. Поскольку не имеют отношения ни к производству, ни к созданию. Скорее, да, скорее нужно обращаться к тем, кто имеет отношения, через них действует, что мы не разрешаем использование, мы просим аннулировать. А в США заявку на товарный знак может подать любое лицо или только юридическое? Любое. То есть и физическое лицо. Да, но надо все-таки, понимаете, у нас нужно подтвердить, что ты это производишь и продавишь. То есть физическое лицо, производительное товарное. И юридическое лицо может подать на товарный знак. Или индивидуальный предприниматель. Ну, это выросли. Нет, я сам, что решили, что это привычное. Ну, почему-то, да. Да, оно написано, что он только заход. На белах наточку там не будет. А, да. Если мы заканчиваем, то можно разговаривать. А если не заканчиваем, то давайте чуть-чуть стихим. Значит, вопрос такой. Что такое ТМ, СМ и значок Р? Значит, Р это зарегистрированная марка. У вас есть официальный сертификат. ТМ это ничего. Это значит, я считаю, что это моя марка. Любой человек может сказать, что вот Наташа, ТМ, это моя марка на обуви. Вот я так считаю. И до тех пор, пока кто-то не скажет, нет, 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 у меня есть... Наташа Яма. Марка, Наташа, вот, то, или кто-то не возразит, то, в принципе, вот я считаю ТМ, а сервис это для сервиса, да. Моя прачечная называется там, Министерство культуры и ц. Вот. Ну, а смысл, опять, его обозначение. В случае свезет, я понял. А вот ТМ, СМ указывают, я просто виден на моготипах некоторых, там прям вот ставят свои ТМ, СМ. Это какое-то предпочитает планирование. Это значит, что я считаю, что это моя марка. А, планирование, которое вызывает, что есть планирование, что я уже заявился. Да, но иногда можно сказать, что я уже заявился, но можно и без заявления поставить ТМ. Просто я так считаю. Да, это моя незарегистрированная марка. А в России, как только я, в России. В России только нет. ТМ, можно ставить. Ну, можно ставить. Еще никто не пишет. Нужно доставить. Никто не понимает, что он по приведену. Вот. Ну, просто хочу сказать, что можно авторским правом защищать софт. У нас копирайт регистрируется в библиотеке и конгрессы США. И это совсем другой, это не патентный офис. Это довольно простая процедура, можно делать ее самому, если хотите, разобраться. Интересно, что можно регистрировать эти микросхемы, вот эти вот рисунки. Типологию. Да, можно регистрировать. Вот. И, конечно, должно быть человеческое, человеческий рисунок. Вот я уже на другой лекции говорила. Собирайте. А вот обезьянам можно. Да, кто же, что-то бьет, как бы рисовал. Услава. Нет, ну... Хозяин пьяный был рисовал. Вот. Так что и... И вот работают правительственные документы тоже нельзя... То есть у нас есть для программного продукта как авторское право регистрации, то есть буквально нельзя копировать диск, а и патентная защита. Это метод делать что-то с помощью СОП. Да? Мы это уже с вами... Уже посмотрели. Здесь я не буду долго останавливать. Я хочу сказать, что во всех странах есть возможность использования документов авторского права, которые защищены авторским правом, будь то фильмы или музыка, или часто научные статьи, или журнальные, для так называемой fair use. Это для критики, комментариев и обучения. То есть вот если... Я считаю, что если я не получаю денег и вот рассказываю о чем-то, как бы все-таки имеет обучающий момент, то в принципе я могу использовать любые марки, любые документы, потому что это в некотором смысле обучение, да? Нет такой вещи, как международное авторское право. И сейчас в связи с тем, что мир все-таки вещь глобальная, то это все подвержено большим изменениям. Есть Бернская конвенция, но она точно такая же, как у вас, что авторское право действует во всех странах. То есть если вы регистрируете в России программный продукт, то по идее точно так же это распространяется на США. Особенно неприятно бывает, когда все это перемешивается. И, например, вот этот классический случай, он вошел во все учебники. Была такая бойкая компания в Бруклине, называлась она «Русский курьер». И она перепечатывала статьи из «Итартаса» и выпускала свою такую замечательную газетку, которую продавала в Бруклине в Нью-Йорке на Брайтон-Вич. И «Итартас», в общем, сказала, что это такое, вы получаете деньги за наши новости. Мы их стараемся, создаем, публикуем, а вы просто зарабатываете на этом. И там было очень классическое разбирательство, что делать вот в таком случае, когда используется материал другой страны. И проблема была в том, что в Советском Союзе в тот момент не было закона о баторском праве в каком-то нормальном варианте. И поэтому было непонятно, является ли «Итартас» собственником этих новостей или не является. И российское правительство сказало, что это мы решаем. является оно копирайтом или нет. А США сказали, а мы решаем, нарушал он или нет. То есть вот так разделили. Понятно? Потому что эти говорили, что ничего не нарушаем, потому что там нет копирайта. А эти говорили, у нас есть копирайт, мы знаем. Мало ли что не написано, мы все равно считаем, что есть авторское право. И вот таким образом решили, ну вот, решили, что есть ли авторское право, решает страна, откуда пришел, нарушение или нет, решает страна, где он нарушил. И ничего. И ничего. И ничего. То есть это парадокс, он не старается. Это парадокс, который должен, вот, в том случае, как бы, никто с ним не соглашался, но, по крайней мере, вырубит или вот это правило, которое, это прецедент, да? Прецедент, который был решен таким образом. Не буду останавливаться на электронных паближах, потому что никто не понимает, что делать. Потому что материал берется в России, публикуется в Бразилии, права на него потом в других странах. Я столкнулась с этим, когда мы публиковали в Германии книжку с международной конференции, где участвовали то ли из 14 стран ученые, или что-то. И они, по идее, должны следовать своим законам хоппирайта своей страны. И они посылают все это в Германию, и редакция, которая выпускает книгу, считает, что должны все это следовать законам Германии. Хотя офис, главный офис редакции находится в США. Короче, вот эту всю путаницу каждый раз подписывается определенный контракт и договор, в котором прописано это все. Потому что определенного какого-то закона пока выработать не получилось. Слушайте, если вот этот журнал существует как бумажная версия или как электронная версия? Опять же, электронную версию читают в США, правильно? А создается она в Германии и сочетают в Бразилии. По идее, вот эти Бразилии и США должны каждый в своей области решать. в полной области. Если здесь попусты власть в день и авторские права подлежат издателю, это журнал. Вот. И что я хочу сказать, как я решила тогда вопрос, и меня там вообще выбрали дедатором и так далее, и эти книги, потому что я просто написала, что я не согласна с этими полками авторского права. Она была единственная из всех там авторов, которые вообще прочитали, что мне прислали, не просто подписала. Вот. Я сказала, вот тут я не хочу, вот тут я хочу включить мои лекции, это мой материал, я сама его посчитала, я не хочу, вот это я тоже не хочу, это я тоже не хочу. И они сказали, что я хочу сказать, что если вас что-то не устраивает в договоре копирайта, который вам присылает редактор журнала, ну ничего не стоит, напишите, напишите ваш вариант. И на удивление, вот, им бывает все равно, и они подпишут ваш вариант, если вас действительно не устраивает. Просто никто, это не делает. Всем вам присылают это копирайта форму, и подписывайте, отправляйте обратно. Ну вот мой опыт говорит о том, что работать можно и не нужно. Вот это мой email, вот, еще раз, мой веб-сайт us-patent.ru, а us-patent.info это английская версия. Вот, но email одинаковый, только вот такой, admin.us-patent.info. А вот если про последний слайд, если на диске DVD-фильм, и на диске написан на этикетке, для индивидуального просмотра, что это означает? Ну, значит, вы не можете его... С другом посмотреть. с другом можно. С подружкой нельзя. Но если только деньги хотите взять, то у вас все равно... А, это не конеческое использование. Вы можете на связи посмотреть, но если вы хотите зарабатывать деньги на этом, вообще встали... то есть получать доход не имеешь права. Да, вот этот fair use, он как раз базируется на том, используете... Вот если я получаю деньги за лекцию, то нарушаешь. То я не могу использовать. А если я не получаю деньги, то ради бога. Ну, тогда сопровождение к этому продолжениям. У меня... Я сделал ролик, к нему добавил музыку. Публикал его в Инстаграме. У меня Sony Music Entertainment ... Значит, я говорю, пишу им, отвечаю, что я это использую не в коммерческих целях. И мне повторные приходят. Мне... Я могу, как fair use, это обозначить. Но у вас нет ни критики, ни... Ну, я думаю, что нет. Это публичное выступление для... Даже если вы не получаете выгоду от этого, да? Но вы все равно используете для продвижения, своего продвижения в YouTube, которое, опять же, вам когда-то принесло деньги. Мне кажется, что нет. То есть я никаких аргументов предъявить в плане того, что не я действительно, то есть я не еще каких-то выходов из ситуации. Но мне просто сейчас неудобно, потому что там есть определенный дизайн, и я убираю этот материал, нарушается общая картина вот этой клипки всей. То есть есть в этом определенный смысл сохранить. Вот. Я хотел... Обязанную гитарю сыграть с ума. Если музыка не ваша, вас вынуждает договориться с правом обладателя в этом музыкальном треке. Вроде такой автор просто имеет право запретить и использовать. Я не хочу, чтобы вы брали мою вещь, и все. Да, может быть... То есть, если вам продают лиц эти прекрасные, мне, значит, будете просто платить через суд за нарушение права. Нет, там Инстаграм просто не публикует его ролик, пока он не докажет поплату. Любовь не может доказать этого. Я помню, такой ролик был в Альянке, где она... Песня-то ничего такая... Но весь ролик состоит из клипов Софи Лорен. Софи Лорен в этом фильме двигается под эту музыку, в другом фильме вся такая... дай красиво. Вот. И я так возмутилась, потому что вообще... А Софи Лорен согласна под это? Шансон. Да, под это призывай. Какая там вы, какая-то... Ну, что? Ну, и что? Подумаешь, использовали? Ну, вот, мне бы, как Софи Лорен было бы, и я. Ну, а как быть с актрисами, которые или актерами, которых уже нет? Чьи вы согласны? 70 лет. 70 лет после смерти. И после смерти еще 50 лет. 120. Ставьте Петхобена. А Петхобена не поставим самих исполнителей. Нет, сами играйте. А сами? Электронная музыка. Это жерняк. Да, шестиструнный. Да. Виталий, у нас... Ты ответил, да? Вот человек с грин-картом, Валерий, был как завалитател, и поднялся на какие-то особенности в своем предоставочном время. Но, во-первых, я хочу вам рассказать приятную для меня историю. Человек получил грин-карту, потому что мы ему сделали патент. Вот, есть такое получение грин-карты как выдающегося ученого. Для этого нужно хотя бы три научных статьи и в общем показать, что твои работы, и вот одна из них была то, что мы сделали. Скокусы? Ну, не знаю. Я не знаю. Как-то, в общем, он получил вот этот статус благодаря патенту. Одному с партой нескольких. Достаточно одного патента? Нет, я не могу сказать, чего достаточно. Я знаю, что наш патент сыграл очень важную роль при получении вот этого статуса как выдающегося ученого. А вот работать и заявляться, то есть это никаким образом грин-карта не меняет, а не только дополнительных прав и народ не травмирует то.е. он качает гражданин Америки? Он сейчас грин-карты. Нет, грин-карты это не гражданин Америки, это право жить и работать в Америке. Его подсобенности какие-то в изобретательском деле накладывает это грин-карты? Нет, нет, я не думаю, что это какая-то особенность. Нет, есть негласные вещи. Славно вы, да, так и дальше. Один. у нас все завершено? Я думаю, что да, потому что работали первыми. Спасибо вам большое. много полезного. Много полезного. Был отчет, я бы хотел, если у вас есть время, пять минут, просмотреть, если кто интересуется, То есть, как мы делаем отчеты пять лет.